Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги, хотела бы представить вашему вниманию доклад на тему трудностей диагностики и лечения мелкоклеточной нейроэндокринной карциномы гортани. В структуре общей заболеваемости опухоли гортани встречаются в 2-5% случаев и занимают первое место среди опухолей головы и шеи. 95% опухолей представлены плоскоклеточным раком. На атипичные формы приходится менее 1% всех новообразований гортани. В мире на данный момент описано не более 700 случаев нейроэндокринных опухолей гортани. Среди атипичных форм гортани выделяются типичный карциноид, атипичный карциноид, мелкоклеточную нейроэндокринную карциному гортани и параганглиому. Первые три типа опухоли имеют нейроэндокринное происхождение и параганглиомы имеют нейрогенное происхождение. Принципы лечения такой патологии в основном экстраполированы на основе опыта лечения мелкоклеточного рака лёгкого. Каких-либо рандомизированных исследований по данной патологии не существует. Использование комбинации препарата платины и этапозита является наилучшим выбором для лечения первой линии. Устойчивость к химиотерапии является важным предиктором неблагоприятного прогноза заболевания. И мелкоклеточный нейроэндокрин и рак горта не следует рассматривать как и мелкоклеточный рак лёгкого, как системное заболевание, в котором роль оперативного лечения ограничена. Прогноз заболевания является неблагоприятным. Более чем в 90% случаев процесс приобретает метастатический характер. Средняя продолжительность жизни пациентов на фоне лечения составляет 9,8 месяцев и колеблется в диапазоне от 1 до 26 месяцев. Показатели выживаемости в течение 2 и 5 лет составляют 16,5% соответственно. В 2004 году было сообщено о 5-летней выживаемости примерно в 7-8% случаев. Клинический случай. Пациентка молодая, 39 лет. В мае 2018 года появилась осиплость голоса. Самостоятельно пациентка принимала противовоспалительные препараты, которые не оказали эффекта. В июле пациентка обратилась в наше учреждение, где ей выполнена трахиобронхоскопия и выявлено экзофитное новообразование надскладочного отдела гортани и выполнена биопсия. По данным гистологического заключения верифицирована мелкоклеточная нейроэндокринная карцинома гортани КИ-67-90%. Наиболее сложным в дифференциальном диагнозе является то, что необходимо заподозрить такую редкую патологию, так как морфологическая картина опухоли крайне исходна с базолоидным типом плоскоклеточного рака, который встречается в 95 случаях. И необходимо окрасить как раз таки микропрепараты необходимыми маркерами для того, чтобы подтвердить это подозрение. Кроме того, дифференциальный диагноз необходимо проводить с мелкоклеточным раком лёгкого, который также мог казуистично метастазировать в область гортани. По результатам обследования органов грудной и брюшной полости и костей скелета данных о вторичном поражении органов не получено. По результатам МРТ мягких тканей шеи выявлена опухоль гортани и нельзя исключить вторичное поражение шейных лимфатических узлов справа. С июля по август пациентке проведено два цикла химиотерапии по схеме ЕПМ со сплотином и по данным контрольного обследования зарегистрировано прогрессирование заболевания в виде появления новых метастазов в шейных лимфатических узлах, увеличения размеров первичной опухоли и увеличения размеров ранее существовавших метастазов более чем на 50%. Пациентке запланирован курс лучевой терапии с превентивной целью выполнена трахеостомия, проведен консилиум и принято решение о проведении полихимиотерапии по схеме КАВ. С октября по настоящее время пациентка получает курс химиолучевой терапии, планируемая суммарная очаговая доза на область первичной опухоли 66 Грей и на зону субклинического поражения 54 Грей. В ходе лечения мы столкнулись с поздней госпитальной очаговой правосторонней пневмонии, лейкопении первой степени, нейтропении третьей степени и анимеей. Выполнен бронхоальвеолярный лаваш, выявлен возбудитель золотистый стафилококк и проведена антибактериальная терапия. По данным КТ-контроля зарегистрирован частичный регресс воспалительных изменений и продолжен курс лучевой терапии. По данным промежуточного контрольного обследования зарегистрирован частичный регресс заболевания в виде уменьшения размеров первичной опухоли практически в 6 раз до минимальных размеров, уменьшения размеров и количества метастатически измененных шейных лимфатических узлов. Вопрос относительно дальнейшей тактики на данный момент остается открытым, поэтому хотелось бы узнать ваше мнение. Вопрос отчаяния. Нет. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Мелококлеточного рака лёгкого. Мелококлеточный рак лёгкого никогда не оперируем, да? И здесь, наверное, гортань, я думаю, что вообще нет смысла оперировать. Поэтому вот то, что вы делаете, химио-учевая терапия, это, наверное, единственное, что... Это первое. Второе. Кроме того, что поставили гистологи, вы же нейроэндокринную опухоль бы не заподозрили. Она же течёт обычно как бы совершенно. То есть просто больная... Ей поставлен диагноз на основании морфологии. Да, да. Она не вела себя как-то по-особенному. Абсолютно не вела. У неё не было какой-то диареи, а при этом вы нашли там, предположим, нет. То есть это просто мелкоклеточная G3 нейроэндокринная опухоль, которая... Она редко, единственное, бывает вот в опухоли головы шеи. У неё редкая локализация. На самом деле, я, честно говоря, первый раз вижу, чтобы была мелкоклеточная нейроэндокринная опухоль, надо об этом помнить. Это очень интересный случай тем, что это вот как раз тот самый редкий случай. А течёт она как G3, не продуцирует, не совершенно, я так понимаю, вы делали, не делали? Нет, они в работе сейчас, наверное. Они в работе, да? Но, скорее всего, их не будет. Они будут у неё нормальные, нет шстеноидного синдрома. Поэтому я думаю, что просто надо делать химио-лучевую терапию, хирургическое лечение. Мне кажется, что... Ну, я не знаю, как коллеги скажут. Это как раз тот случай мелкоклеточной нейроэндокринной карциномы, который лучше не трогать. Прокомментировать. Уважаемые коллеги, на самом деле, хирургическое лечение не рекомендовано при лечении мелкоклеточного рака лёгкого, но только в связи с тем, что это сравнительно редкое заболевание. И в ранней стадии мелкоклеточный рак лёгкого диагностируется исключительно редко. В то же время есть данные одноцитровых исследований с успешными результатами хирургического лечения. Поэтому я бы, честно говоря, не стал снимать с повестки дня хирургическое лечение в данном конкретном случае, если опухоль останется длительное время локализованной. И второе, в том, что касается лучевой терапии и химио-лучевой терапии, в соответствии с международными рекомендациями, доза лучевой терапии при мелкоклеточном раке лёгкого в настоящее время не должна превышать 50 грей. По крайней мере, при мелкоклеточном раке лёгкого. Это в первую... Да, я про мелкоклеточный рак лёгкого говорю. Но эта рекомендация, главным образом, образилась в связи с тем, что объёмы облучения всегда даже после предшествующей химиотерапии бывают большими. Так что вот в вашем конкретном случае 66 грей, разумеется, конечно, 66 грей – это разумная, наверное, доза, несмотря на то, что при этой опухоли такая доза не рекомендована. Вы знаете, я здесь в этом случае поддержу больше Рашиду Вахидовну, потому что мелкоклеточный рак всегда нужно рассматривать как системный процесс. Когда мы начинали только помнить свою деятельность, нам преподносили это как гемобластоз, и нужно лечить очень агрессивно. И то, что вот она ответила на КАВА, химиотерапия, это та химиотерапия, которая считалась вообще традиционной для лечения мелкоклеточного рака лёгкого. Удивительно, что она не ответила на ЕП, вот как говорят, да? ЕП получала, прогрессировала, потом пошла лучевая терапия, да, пошла лучевая терапия, и плюс ещё химиотерапию на КАВА перешли они. Два цикла она получила, да, КАВА? Как у химиотерапии в воде КАВА? В начале и в конце года? В начале, а второго цикла пока что не было. То есть вы начали полно, то есть вы сделали один цикл КАВА? Нет, должны были редактированы на 25% с учётом лучевой терапии. А, то есть вы уменьшили на лучевой? Да, да. Ну, я бы, наверное, учитывая, что это гортань, всё-таки бы доделала химию, ну, лучевую химию и подождала бы. Ну, будет рецидив? Ну, тогда уже да. А если нет, не будет, может, если не будет рецидива. Поэтому я бы не трогала, но гортань такой, орган всё-таки. А то, что первая стадия, она просто, знаете, путают с не мелкоклеточным раком лёгкого, идут на операцию, а там оказывается мелкоклеточный. Но всё-таки, когда выясняется точно, что это мелкоклеточный, всё-таки стараются, ну, не стараются, нет основания берём. Что Светлана Анатольевна права. Наши учителя говорили, это по типу гемоластоза течёт, это всегда системное заболевание. А вы знаете, я бы в этой ситуации, не потому что я не доверяю нашей гистологической лаборатории, я бы ещё сделала ревью в других лабораториях. 29 лет, молодая женщина, совершенно нетипичное течение. Вот, действительно, мы лечим то, что вот мы думаем, мелкоклеточный рак гортани, да? Вот, потому что вопрос ещё решается в оперативном лечении потом, чтобы мы не думали потом, всё мы доделали или нет. Светлана Анатольевна, а что может быть с молодой женщиной? Лимфома, по-своему, вы тоже не оперируете. Нет, ну там, 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 мать. Я бы, знаете, на нерендоклину не оперирую. Перестайте вам, где там картинка красивая. Нет, солодочного, ну что тут, я считаю, что не думала потом, знаете, в принципе, она подходит потом, потому что, если я не оперирую, и возраст такой, у неё тоже это редко было. А для нерендоклиновых, если я не оперирую, то возраст такой. Нет. Да, и вот, Светлана Анатольевна, вы совершенно правы, но мы несколько раз пересматривали, причём, и, действительно, никакого сомнения вот здесь вот... А это же нерендоклину, она не ассоциирует с курением. Это совершенно, это то, что она по возрасту подходит. Нет, я имею в виду, ведь понимаете, вот им клиницисты, когда у нас возникают вопросы, звоним друг другу, обсуждаем. Так же и морфологи, я считаю, что, знаете, есть какое-то мнение, есть другие глаза, ещё раз посмотреть, потому что, ну, всякие бывают ситуации. Вот только я это имею в виду. Сколько раз я говорю, что должен быть какой-то их тоже консервный? А у них, к сожалению, они вот считают, вот я поставил, и всё, больше никто... Я вот так поставила. У нас это проблема, я обращаюсь к Воробьёву, например, краски, но говорю, ну, вы вместе можете, потому что три разных диагноза ставят. И каждый по своему пути доказывает свою точку зрения, но не между собой. Ну, вот это, к сожалению, проблема такая у нас. Спасибо всем большое. И сделайте, я думаю, что мы сделали. Спасибо.